Здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал, где мы будем учиться с вами программированию на языке C++. Меня зовут Илья и я изучаю C++ и этими роликами я хочу помочь себе и вам освоить этот мощный и универсальный язык программирования. В этом видео мы поговорим об истории языка C++, его особенностях и преимуществах, а также о том, для чего он используется в наши дни. Это видео будет введением в наш курс по C++, который будет состоять из множества видео уроков по разным темам языка. Я надеюсь, что вы заинтересовались и готовы начать погружаться в этот замечательный язык. Итак, что же такое C++? C++ это один из самых популярных и востребованных языков программирования в мире. Он был создан в 1980-х годах как расширение языка C, который в свою очередь был создан в 1970-х годах как универсальный язык для разработки операционных систем и приложений. Язык C был простым, эффективным и низкоуровневым, то есть позволял работать с аппаратными ресурсами компьютера напрямую. Однако он также имел некоторые недостатки, такие как отсутствие поддержки объектно-ориентированного программирования, обработки исключений, шаблонов и других современных концепций. Для того, чтобы улучшить язык C и добавить в него новые возможности, был создан язык C++. Его автором стал Бьярни Страус Струп, датский ученый и программист, который работал в лаборатории Bell Labs в США. Он начал свой проект в 1979 году под названием C с классами, а в 1983 году переименовал его в C++. Название отображало тот факт, что C++ был основан на языке C с добавлением новых элементов. Один из таких элементов был оператор инкремента 2+, который увеличивает значение переменной на единицу. Таким образом, C++ можно понимать как улучшенный C. C++ не только добавлял новые возможности к языку C, но и изменял некоторые из его правил и особенностей. Например, в C++ были введены новые типы данных, а также новые ключевые слова. Кроме того, в C++ были изменены некоторые приоритеты оператора, правила при введении типов и области видимости переменных. Если не поняли ни одного слова, не страшно, об этом будут следующие видео. Первая версия C++ была выпущена в 1985 году и называлась SafeFront. Это был компилятор, который преобразовывал код на C++ в код на C. Первая версия стандарта C++ была принята в 1998 году и называлась C++98. С тех пор стандарт C++ был несколько раз обновлен и дополнен новыми функциями и улучшениями. Например, в 2003 году был выпущен C++03, который исправлял некоторые ошибки и неоднозначности C++98. В 2011 году был выпущен C++11, который добавлял много новых возможностей, таких как автоматический вывод типов, лямбда выражения, умные указатели и перемещающая семантика. В 2014 году был выпущен C++14, который улучшал некоторые аспекты C++11 и добавлял новые функции, такие как обобщенные лямбды, переменное число аргументов для шаблонов и двоичные литералы. В 2017 году был выпущен C++17, да, вы угадали, который добавлял новые возможности. В 2020 году был выпущен C++20, который добавлял новые функции и улучшения. Как вы можете заметить, язык не стоит на месте и постоянно развивается. Это говорит о том, что это действительно полезный и мощный язык программирования. Теперь давайте поговорим о том, почему C++ такой важный и полезный. Во-первых, C++ это язык общего назначения, то есть он подходит для разработки различных видов программ и приложений, таких как операционные системы, игры, графические интерфейсы, базы данных, веб-серверы, мобильные приложения и многое другое. Во-вторых, C++ это язык высокой производительности, то есть он позволяет писать эффективный и оптимизированный код, который быстро работает и экономно расходует ресурсы компьютера. В-третьих, C++ это язык многопарадигменный, то есть он поддерживает разные стили и методы программирования, такие как процедурный, объектно-ориентированный, обобщенный, функциональный и другие. Это дает программисту большую свободу и гибкость в выборе подходящего решения задачи. Кроме того, C++ имеет много других преимуществ, таких как совместимость с языком C, C++ может считать надмножество языка C, то есть любая корректная программа на C является также корректной программой на C++. Это означает, что мы можем использовать в своих проектах на C++ уже существующий код на C или библиотеки, написанные на C. Также есть богатая стандартная библиотека. C++ имеет огромное количество стандартных библиотек, которые предоставляют готовые решения для многих распространенных задач и проблем. Например, мы можем использовать библиотеку STL, Standard Template Library, которая содержит множество полезных контейнеров, алгоритмов и функциональных объектов. О них мы поговорим в скором будущем. Поддержка сообщества. C++ это один из самых популярных языков программирования в мире, поэтому у него есть огромное активное сообщество программистов, которые готовы помочь друг другу и обмениваться опытом. Мы можем найти много полезной информации и советов по C++ в интернете, например, на сайтах Stack Overflow, Cpp Reference или Learn Cpp. В заключение я хочу сказать, что C++ это замечательный язык программирования, который открывает перед нами много возможностей и перспектив. Я уверен, что мы сможем освоить его и создать свои собственные проекты на C++. Спасибо за просмотр этого видео, надеюсь оно было вам полезным и интересным. Если вы хотите узнать больше о C++, подписывайтесь на мой канал и ждите следующих роликов. Также не забывайте ставить лайки, комментировать и делиться этим видео с друзьями, которые тоже неравнодушны к программированию. До скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok